Настольные компьютеры до 100 тысяч рублей на базе процессора Intel i5. Собрать собственный ПК может быть непросто. Намного легче купить уже собранный персональный компьютер. В этом обзоре мы рассмотрим 5 настольных компьютеров на базе процессора i5 стоимостью до 100 тысяч рублей. При выборе модели всегда обращайте внимание на такие характеристики, как объем встроенной памяти, параметры видеокарты и количество ядер процессора. Компьютеры в нашем обзоре отлично подойдут как для работы и учебы, так и для игр. А вас интересуют эти и другие товары по большим скидкам? Подпишитесь на наш телеграм-канал. Каждый день мы находим лучшие предложения, акции и бонусы от крупнейших магазинов страны и публикуем их для вас в нашей телеге. Узнать актуальные цены и выбрать магазин с лучшим предложением в вашем городе вы можете по ссылкам под видео. Лучший выбор – это выбор покупателей. ТУ-161В1 Начнем наш обзор с модели от компании ТУ. Ее стоимость – около 71 тысячи рублей. Отличительная черта – прозрачная стенка системного блока и его белый цвет. Такой компьютер не только отлично подойдет для работы, учебы или игр, но и впишется в любой интерьер, прекрасно его дополнив. В процессоре Intel i5-10400F целых 6 ядер и 12 потоков для обработки информации. В сочетании с хорошо сбалансированной видеокартой GeForce GTX 1650 такие параметры дают прекрасные условия для монтажа и рендеринга, а также для игр. SSD диск на 240 гигабайт повышает скорость работы устройства в три раза. За 71 тысячу рублей у устройства очень мощная комплектация, что делает его одним из лучших в категории настольных компьютеров по соотношению цены и качества. А вот что пишет о модели один из покупателей в своем отзыве. Идеальный за свои деньги. Лучше не нашел. Недостатков нет. Абсолютно бесшумный, красивый. Гарантия 36 месяцев. Соответствует заявленным производителям характеристикам. Установлена в Windows 10 Pro. Комп летает. Это мощная модель за адекватную стоимость. Единственный нюанс, который стоит учесть, это белый цвет системного блока. Все же некоторые пользователи ПК предпочитают более классический дизайн. Nika Epic Start A4 Следующая в нашем обзоре модель от компании Nika стоимостью около 90 тысяч рублей. Отличий от предыдущей модели здесь несколько. И скажем сразу, что стоимость в 90 тысяч рублей более чем оправдана. Во-первых, компания использует при сборке комплектующие только от проверенных брендов. Asus, MSI, Gigabyte. Во-вторых, здесь более новая версия процессора 11400F. В-третьих, более мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. В-четвертых, более емкий SSD накопитель на 512 гигабайт. Вот что пишет о модели один из пользователей. Нормальная цена, но возникли проблемы с проводкой. Она протянута, как у новичка. Кулер задний не работал, только светился. После открытия крышки выяснилось, что провод был ей пережат. В целом, компьютер отличный, но рекомендую производителю более внимательно относиться к мелочам. Таким образом, это мощный компьютер, который потянет и большинство игр, а также рендер. Однако, стоит тщательно проверять ПК перед покупкой, чтобы исключить неприятные сюрпризы в виде пережатых проводов. MSI Mac Codex 511SI677RU Персональные компьютеры, а также ноутбуки от тайваньской компании MSI пользуются большой популярностью среди геймеров и любителей качественного железа. Стоимость модели около 100 тысяч рублей. Посмотрим, что вы получите за эти деньги. Линейка ПК от MSI Mac позиционируется как идеальные игровые компьютеры. Помимо отличных характеристик, здесь есть управление подсветкой системного блока, а сам он выглядит очень стильно и крепко. Боковая часть выполнена из закаленного стекла. Характеристики модели такие же, как и у настольного компьютера от Nika. Шестиядерный процессор Intel Core i5-11400F Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 Super 16 гигабайт оперативной памяти Главное отличие в цене. ПК от MSI на 10 тысяч рублей дороже. Однако, эта модель более качественная и надежная, о чем говорит более высокая оценка покупателей, а также громкое имя производителя. Вот что пишет о ней один из покупателей в своем отзыве. Хорошая качественная компоновка и современный игровой дизайн. Недостатков не выявил. Советую всем, кому нравится цена, качество и быстродействие. Модель настольного компьютера от производителя MSI очень надежная. Более того, у нее просто великолепный дизайн, который наверняка придется по вкусу как геймерам, так и тем, кто берет ПК для работы или учебы. М16 2.0 Intel Core i5 Следующая модель в нашем обзоре от компании М16. Этот компьютер – это о мощности, быстродействии, а еще об отличной цене. За начинку, о которой мы расскажем далее, придется заплатить всего около 73 тысяч рублей. И поверьте, это очень привлекательная цена. Да, собирает модель не такая раскрученная и известная компания, как MSI. Однако у ПК отличные отзывы и просто шикарные характеристики. Во-первых, емкость SSD-накопителя целых 960 ГБ. Этот компьютер будет просто летать. Во-вторых, это процессор Intel Core i5-12400F. То есть более старшая модель, чем у настольных компьютеров, о которых мы уже рассказали в нашем обзоре. Остальные характеристики здесь стандартные. 6 ядер, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660. А вот что пишет о нем один из пользователей. Компьютер просто бомба. Все игры тянет на максималке. Работает очень тихо. Все, что нужно, уже установлено, подключил и сразу можно работать. Собран очень красиво, внутри ничего не торчит. В общем, очень доволен покупкой. Всем советую. Таким образом, это шикарная модель по соотношению цены, начинки и качества. Nika Comp M001. Завершает наш сегодняшний обзор еще один ПК от Nika. Его стоимость около 72 тысяч рублей. Посмотрим, что вы получите за эти деньги. Характеристики модели схожи с ПК от TU. Здесь тот же самый процессор и видеокарта. Из накопителей только SSD на 500 ГБ. Остальные характеристики стандартны. 6 ядер, 16 ГБ оперативной памяти. Стоит обратить внимание на дизайн корпуса. Здесь очень красивая подсветка кулеров. Многим она точно придется по душе. А вот что пишет о модели один из покупателей. Корпус сделан очень добротно. Китайцы молодцы, научились. Лучший игровой процессор, если не рассматривать 12 серию. Карта тащит все игры, хотя в перспективе ее, конечно, заменю. Nika Comp. Хорошая и изящная модель по приемлемой стоимости для игр, рендера, работы и учебы. Мы рассмотрели 5 моделей настольных компьютеров до 100 тысяч рублей на базе процессора Intel i5 с высокой оценкой на Яндекс.Маркете. Чтобы выбрать оптимальную модель настольного ПК, обязательно обращайте внимание на характеристики видеокарты, количество ядер и потоков, особенно если вам важен качественный рендер. На конфигурацию накопителей. А также на дизайн. Модели, которые мы рассмотрели в сегодняшнем обзоре, очень похожи. Но и у них есть важные отличия. Так, если вам по нраву необычные решения, то остановите свой выбор на модели от производителя ТУ. Системный блок белого цвета – необычное дизайнерское решение. Начинка же самого устройства стандартна. Вам важно, чтобы производители комплектующих были надежными и проверенными? Тогда стоит рассмотреть модели от Nika и MSI. Если вам нужны емкие накопители, то присмотритесь к М16. HDD здесь на целый 1 ТБ, а SSD на 960 ГБ. Чтобы не пропустить самые мощные акции и скидки, подпишитесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Спасибо, что посмотрели это видео. Ссылки на все настольные компьютеры мы оставим в закрепленном комментарии под видео. Напоминаем, что подписка на канал помогает вам с лучшим выбором и бережет семейный бюджет. Субтитры сделал DimaTorzok